Губернатор Игорь Рудене вместе с депутатом Госдумы, руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым посетил торжокскую агломерацию. Глава региона побывал на производственных и социальных объектах, а также обсудил вопросы газификации района. Подробности далее. В настоящее время в Тверской области по программе социальной газификации голубое топливо бесплатно подведено к границам более чем 10,5 тысяч домовладений. Уже подключены свыше 4700 домов. Более 260 из них благодаря региональной поддержке. Это жилье ветеранов, семей участников СВО, а также многодетных. Среди них и семья Федотовских. У Александра и Натальи пятеро детей, четыре дочери и сын. Супруги ведут хозяйство, держат кур. Подключение к газу рады все, от мала до велика. Ведь дома стало намного теплее, да и хлопот в быту теперь меньше, поскольку с дроновым отоплением было очень непросто. Дрова, во-первых, купить надо. Их и расколоть, их и сложить. А сейчас тепло, уютно, комфортно, как городские жители теперь ощущаем все. Две младшие дочки Натальи и Александра ходят в Мирновскую среднюю школу. Она основана в 1878 году химиком-педагогом Дмитрием Менделеевым, Александром Абрамовичем Воскресенским. Сегодня здесь работают 36 учителей. Из них 19 местные выпускники. Учебное заведение, хотя и является одним из старейших в Верхней Волжи, однако идет в ногу со временем. Тут постоянно закупают современное оборудование. Мы получили три плазменных телевизора и получили четыре МФУ. Много функциональных устройств. Будут еще ноутбуки. У нас есть и кабинет прототипирования. У нас есть только профессионального роста. В образовательном процессе Мирновской школы особое внимание уделяется трудовому воспитанию детей ранней профориентации. Учащиеся могут получить навыки первой профессии на курсе «Молодой механизатор». Также ребята обучаются информационным технологиям и робототехнике. Например, 11-классник Артем Ливандовский при помощи 3D-принтера сделал точную копию одной из окрестных церквей. Эта церковь в деревне Спас находится у нас в Торжевском районе. Я делал ее специально для конкурса по реставрации. Чтобы делать такую модель, надо самое главное получить сначала чертежи ее. Надо сохранить пропорциональность моделей. Осмотрев школу, губернатор отметил, как улучшается материально-техническая база учреждения. За последние годы установлены новые спортплощадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Выполнен ремонт санитарных комнат для начальных классов. Оснащена современным оборудованием столовая. В этом году планируются работы по обеспечению комплексной безопасности, замене оконных блоков. В дальнейшей программе визита было посещение производственной площадки Тверского вагоностроительного завода в Торжке, где прошла встреча с трудовыми коллективами ТВЗ и КСК металлокомплекта. Вот эта площадка в Торжке уже 4 года является обособленным подразделением Тверского вагоностроительного завода. Ну, попросту говоря, филиалом. Её суть в том, что здесь производят так называемые малые серии, ну, особые вагоны. Например, вот этот вагон, он только снаружи, внешне выглядит, как те, в которых мы привыкли путешествовать от Москвы до самых до окраин. Но на самом деле у него начинка может быть совершенно особенной. Ну, к примеру, это может быть вагон переговорный. Или пассажирский вагон, но с некой элитной отделкой. Правда, здесь это всё будут делать не новаторы. Они просто сделают вагон, перегонят на совершенно другое предприятие, и там же, собственно говоря, его оттюнингуют. Работает цех две смены полноценных на вагоносборочном участке, работа в графике СУРФ на участке Малярном. И при необходимости организовываем трёхсменный режим работы на равнокузовном участке в зависимости от загрузки. В перспективах на 2024-2028 годы объём выпуска продукции увеличивается в 2,2 раза. В ходе личного общения сотрудники завода задали главе региона интересующие их вопросы. Они касались проведения ремонта дорог в центральной части Торжка, медицинского обслуживания населения, благоустройства зон отдыха. Игорь Руденя сообщил о планах по развитию муниципалитета. В частности, город может войти в программу по сохранению памятников истории и культуры, о которой в послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. У нас город Торжок является историческим, и мы планируем сейчас зайти в эту программу. Это улицы памятной архитектуры, и вторая программа, это в принципе, что нам надо было отремонтировать идут планы, путевое творительство, которое находится на территории города. Одной из главных тем стало строительство в Торжке физкультурно-оздоровительного комплекса. Скрытым катком. По завершении встречи Игорь Руденя посетил предполагаемую площадку возведения объекта на территории группы компании КСК. Также губернатор проинспектировал ход работ на новой детской поликлинике. Она рассчитана на 200 посещений в смену и будет обслуживать около 10 тысяч маленьких пациентов на 10 педиатрических участках. В здании уже смонтирована инженерная система, а штукатурной стены обустроен фасад. Работы продолжаются.